Привет всем! Меня зовут Кристина, и я очень рада приветствовать вас на моем канале. Поскольку речь здесь пойдет о путешествиях, начнем немножечко с теории о том, как же устроена сфера туризма. Итак, самое главное и основное понятие в туризме – это, конечно же, тур. Туры бывают разные – пакетные и индивидуальные. Пакетный тур – это комплекс услуг по перевозке и проживанию, который имеет свою единую цену. То есть нельзя разбить и узнать стоимость перелета и стоимость проживания в таком туре. Индивидуальный тур – это тур, составляющийся под ваш заказ. То есть он состоит отдельно из цены перелета, проживания и трансфера. Кто же составляет эти туры? Тур-оператор. Это такая организация, которая обладает просто огромными ресурсами по отелям и билетам и формирует для вас предложения. Как они это делают? Для начала они составляют полетную программу. То есть они договариваются с авиакомпаниями о времени разных перелетов и стоимости этих перелетов. Поскольку они берут эти билеты оптом, то есть, например, могут скупить половину самолета, естественно, цена таких перелетов получается дешевле. Далее они составляют отельную базу и договариваются уже с гостиницами о том, что они у них, допустим, берут тоже несколько номеров, и поэтому цена получается дешевле. Далее пробежимся по этим составляющим тура. Перелеты. Перелеты бывают двух видов – регулярные и чартерные. Регулярные перелеты – это те, которые имеют свое конкретное расписание и вылетающие по определенным дням недели и в определенное время. Как правило, эти рейсы наиболее комфортные, потому что они вылетают без задержек. Чартерные рейсы – это рейсы, которые формируются по случаю. Ну, например, они летают в какой-то сезон или запускаются под какой-то конкретный тур. Время таких рейсов может меняться вплоть до дня вылета. Так вот, в свободной продаже вы сможете найти билеты только на регулярные рейсы. Чартерные рейсы – это прерогатива туроператоров. Далее гостиницы. У гостиниц есть две цены. Первая – это рекрейт. Это как бы цена для тех, кто пришел с улицы. И цена вот, рек – это стойка, да, по стойке ресепшн в отеле. Естественно, она выше. Это самая высокая цена. Операторы же берут отели по своим, так сказать, оптовым тарифам. И это уже другая цена. Далее о гостиницах нужно знать и то, что у них есть свои правила заезда и выезда. Заезд в гостиницу производится в 2 дня, а выезд – в 12 дня. И поэтому, если вы хотите заселиться в гостиницу пораньше или выехать попозже, вам нужно либо договариваться с администрацией отеля, либо бронировать дополнительную ночь. Стоп! А почему ночь? Да потому что продолжительность тура измеряется не количеством дней, а количеством ночей, проведенных в этом туре. И вот у нас есть готовый тур. Что же с ним делать? Конечно же, продавать. И, естественно, туроператоры могли бы открыть кучу своих офисов, платить там аренду, зарплату сотрудников, но это невыгодно. Поэтому они обращаются к агентствам, которые сами себя обеспечивают. Задача агентства стоит в том, чтобы обеспечить туристов полностью информацией по всем, по всем, по всем параметрам тура. То есть это найти лучшее предложение, сравнить предложения у разных операторов, подобрать наиболее удобный вариант перелета, посоветовать какие-то гостиницы, а также все остальные вопросы, как погода, природа, разрешение, не дай бог, форс-мажорных ситуаций. Здесь нужно понимать, что туроператоры у нас по всей стране одни. И то, какое предложение вам сможет найти менеджер в агентстве, зависит конкретно от его профессионализма. Для этого агенты учатся, они изучают всю актуальную информацию каждый день о том, что предлагается на рынке туризма, ходят на семинары, ездят в рекламные туры и смотрят отели уже на месте. И за то, что агентство реализует у себя туры, сформированные туроператором, оно получает какой-то свой процент непосредственно от этой цены, непосредственно от цены, установленной туроператором. То есть, не само агентство назначает какую-то накрутку к цене, а именно оно получает уже из всей полной цены, без каких-то накруток, свое вознаграждение. По этой же причине агентство не может отвечать за цену тура. То есть, оно не может отвечать за то, как цена меняется от дня в день, от недели в неделю, потому что это все ценовая политика исключительно туроператора. Ну и, пожалуй, это все основные моменты, которые нужно знать при грамотном планировании своего отдыха. Оставайтесь со мной и дальше вы узнаете, как же можно сэкономить на этом самом отдыхе. До новых встреч!